В Центральной районной библиотеке уже четыре года работает клуб «Дорога в жизнь». Инициатор его создания – Елена Толстокорова. Она сама воспитывает сына с особенностями развития. Когда подростки, состоящие в клубе, стали вырастать, встал вопрос, чем им заниматься дальше и как социализироваться. Одно из направлений моих – это готовить общество, менять менталитет и показывать не ущербность этих людей, уже выросших, а талантливых, одаренных и, в общем-то, очень полезных для общества. С помощью творчества молодые люди раскрывают свой внутренний мир и открывают себя окружающему миру. Ребята рисуют и создают поделки из подручных материалов. Когда накопилось уже много работ, было принято решение устроить выставку. Едей была такая, чтобы показать, что они, хоть и выросли все из детского возраста, но они не потеряли вот это творческое начало. Ну и, конечно, показать их работу, потому что, если посмотреть на выставку, представлены работы разных типов, то есть есть и художественные работы, есть и керамика, есть и деревянные какие-то росписи. Благодаря занятиям с профессиональными преподавателями у ребят развивается фантазия. Они осваивают новые техники. Мой фаворит в клубе «Дорога в жизнь» – это Влад Толстокоров, потому что именно с Владом мы изобретаем новые техники работы, с ним мы учимся общаться на уровне интуиции. Это для меня очень ценный опыт, очень интересно, и меня радуют его картины. Влад – постоянный участник творческих мероприятий, проводящихся в библиотеке. Недавно здесь завершился конкурс «Хлам-арт» и были подведены его итоги. И Влад, и другие ребята у нас всегда с огромным удовольствием участвуют во всех конкурсах поделок. И часто, конечно, не всегда, но часто занимают призовые места. На выставке «Дорога в творчество» представлены глиняные поделки, керамические тарелки и картины. Ольга Варламова нарисовала летний домик розового цвета. Можно так сказать, это моя фантазия, это моя мечта. А Даниил Черкашин расписал чашки и изобразил на них необычные образы животных. Животных, которые изображены в человеческом виде, в человеческой форме жизни, их поведение, профессии. Кроме того, на занятиях клуба молодые люди вместе с родителями обсуждают важные темы. Когда говорили об экологии и охране окружающей среды, родилась идея создать совместную работу для выставки. Ребята приняли активное участие. И после того, как это называется наша фотозона, после того, как она покрасуется какое-то здесь время, все эти крышечки будут заданы на переработку. Экспозиция будет работать до начала декабря. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.